Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте в студии Нелли Филатова. Смотрите выпуски. Накал страстей вокруг стадиона «Салют» не спортивных, а уголовных. Возбуждено дело о мошенничестве подрядчика, возводившего футбольное поле и беговые дорожки. В Котласе переносятся сроки планового отключения газа, о новых будет сообщено позже. Лисенок-воронята, голубь и енот-полоскун. Как котловский приют пополняется помимо домашних еще и дикими животными. В начале программы о возведении спортивных объектов. Вообще дело хорошее, правда, если сделано на совесть, но нередко бывает иначе. После многочисленных претензий, экспертиз и тяжб в арбитражном суде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении котловской компании «Дизайн-проект «Строй». Именно она является подрядчиком на многих муниципальных контрактах. В этот раз речь идет о работах, проведенных на стадионе «Салют». «Дизайн-проект «Строй» в 2019 году делала там беговые дорожки и футбольное поле. Правда, уже через год спортивные объекты на «Салюте» стали разрушаться. Покрытие вздулось, швы разошлись, а бетонное основание начало крошиться. Призвать горе подрядчика к ответственности не получалось в течение нескольких лет. Сейчас дело может сдвинуться с мертвой точки. Котлос-стадион «Салют» издалека, ярко и красиво. Но при ближайшем рассмотрении видно – беговые дорожки вздулись. По ним не то, что бегать, ходить опасно. Ну, побежит ребенок. Ну, вот он здесь получает травму. Директор спортивной школы Котлоса Алексей Паламодов, которому стадион достался уже в таком состоянии, признается – сейчас изворачиваются как могут. На мероприятиях задействуют лишь часть дорожек – те, что получше. Спортивная подготовка – это раз. Отделение легкой атлетики здесь непосредственно занимается. Там у нас в том углу находится прыжковая яма. Футболисты, естественно, здесь занимаются. И спортивно-массовые мероприятия, связанные с приемом. Так как у нас там находится площадка ГТО, соответственно, здесь прием ГТО. Само футбольное поле с провалами по краям – это тоже может грозить серьезной травмой. Два года подряд здесь принимали матчи северо-западной юношеской футбольной лиги. В Котлас съезжались спортсмены со всей страны. Тогда состояние стадиона со скрипом, но проходило по требованиям. Но уже в этом году городу в соревнованиях отказали. Вот ливневка, да, обустройство ливневки относительно поля. То есть оно должно быть ниже, правильно? То есть, ну, чтобы водичка отсюда с поля сюда поступала. Ну, вот провал, видите, вот он все провалил. Футбольное поле и беговые дорожки были сделаны в 2019 году. Муниципальный контракт выполняла котловская компания «Дизайн-проект «Строй». Тогда подрядчик успешно его сдал, а заказчик управления по соцвопросам города принял. Но уже через год компания получила акт о выявленных недостатках. Тогда и началась череда претензий и экспертиз, которые подтвердили. Беговые дорожки разрушаются, верхний слой бетонного покрытия отслаивается и трескается. Деформационные швы выполнены с нарушениями. Бетон ненадлежащего качества. Выявлены многочисленные провалы основания футбольного поля, заметны разрывы в соединительных швах покрытия. При этом гарантия по этому контракту – три года. Она распространяется на все элементы и работы, а также на строй материалы, изделия, конструкции и оборудование. Тяжбы в арбитражном суде между спортивной школой и компанией «Дизайн-проект «Строй»» длятся уже несколько лет. По-хорошему, исправить дефекты здесь означает делать все едва ли не по-новому. Но подрядчик, кажется, выбрал путь и так сойдет. Например, вот здесь они попытались разрезать покрытие беговой дорожки и просто приклеить куски резины. Инженерное решение не удалось. На днях, между тем, проверку провела и Котловская межрайонная прокуратура, вследствие чего было заведено уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта. Проверка установлена, что подрядчикам, вопреки контракту, использован бетон, не соответствующий проектно-сметной документации, низшего качества и меньшей стоимости, а в последующем предоставлены документы на оплату работ согласно смете с искаженными данными о качестве бетона. Скорее всего, точка в этом деле будет поставлена еще не скоро, но уже сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В продолжении программы информация, которая поступила сегодня от компании Котласс Газсервис. Сроки планового отключения газа в летний период в Котлассе перенесены в связи с изменением графика ремонтных работ на газопроводе. Новая дата отключения газоснабжения будет сообщена дополнительно. Котласская ДРСУ приступила к работам по расширению автомобильной парковки у здания городской больницы. Сейчас площадку подготавливают, а уже через несколько дней появится более 40 метров железобетонных плит. К работам Котласская ДРСУ приступила накануне. Убрали верхний слой грунта, сейчас выравнивают площадку. Песком отсыпаем, а потом плиты будем укатывать. Вот до конца, вот до сюда, до середины забора. Железобетонные плиты здесь планируют уложить уже на этой неделе. Парковка будет 48 метров в длину и 14 в ширину. Хорошо, что начали. Давным-давно пора было. В 8 утра самое неудобство, потому что и пешеходы здесь же идут, выходят, и водителей, и парковочных мест не хватает. Транспорту много, иногда где-то и встать некогда, и больные, и кто там посетители. Очень хорошо, давно надо было. Еще бы сквозной проезд сделать, так вообще отлично было бы. Как пояснили в управлении городского хозяйства Котласса, также сейчас прорабатывается и вопрос освещения на этой территории. На сегодняшний день фонари здесь отсутствуют. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу. В Котлассе стартовала летняя трудовая компания для подростков. Всего на временные работы трудоустроено более сотни ребят. Перчатки очень прочные, не рвутся. Ольге Ступиной 15 лет. Этим летом она решила устроиться через молодежный центр на должность подсобного рабочего. Проводить город в порядок девушке нравится. Да, я хочу, чтобы была природа чистая. Потому что я на земле вижу, что какая-то бумажка. Вот мне не нравится на такую природу смотреть. Сегодня Оля вместе с другими подростками собрала 10 мешков травы и мусора. Ребята убирали территорию на улице Конституции, возле скорой помощи. Территорию для уборки определяет служба благоустройства города. Контролирует работу ребят бригадир. Бригада состоит из 11 человек. Ребята убираются хорошо. Меры безопасности все соблюдены. Они обучались этому у нас целую неделю. Проходили курсы первой помощи. По дорожному движению тоже знают. Ребята у нас работают 14 до 15 лет 2 часа. То есть у нас рабочий день начинается с 9. И они работают до 11. То есть в 11 они уже все уходят. А ребята, которым 16-17 лет, они работают по 3 часа. То есть они уходят в 12 часов дня. В бригаде Полины 3 девочки и 8 мальчиков. Всего в этом году около 500 подростков выразили желание работать. Плата за труд более 10 тысяч рублей за смену. У многих появится и первая запись в трудовой книжке. Отработанные дни пойдут в стаж. Первую бригаду молодежный центр принял с 26 июня. И они будут работать до 14 июля. Социальные аниматоры у нас будут работать по площадкам с 5 до 7 вечера. В площадке это у нас будет на Докен, в Ичигодском, в Лимиде на 46 и в городе. У нас новшества в этом году. В поселке Вычигодском у нас будут работать подсобные рабочие. Первый раз такого еще не было. То есть 5 ребят с бригадиром сегодня вот в 9 утра вышли на работу. И в городе у нас работает 11 человек подсобных рабочих. Они также уже вышли на работу. Всего мы приняли в этом году более 500 анкет. Сейчас первая бригада работает 34 человека. Следующая бригада, мы ожидаем также 34-35 человек. Они уже начали проходить медосмотр. Социальных аниматоров можно будет встретить в будние дни с 17 до 19 часов в поселке Вычигодский возле 91-й школы. На улице Правда и во дворе дома номер 8 на 46-м лесозаводе. В Лимиде аниматоры будут развлекать детей по адресу Советская 13. В Котласе ребят ждут у школы номер 2, городского парка, 4-й школы и рядом с ТРЦ Столица. На Доке аниматоры подготовят развлекательную программу у дома 15А по улице Салтыкова-Щедрина. В Котласском центре помощи животным «Право на жизнь» появился новый необычный обитатель. Енота Тимошу в приют отдали его временные хозяева, которые не справились с домашним хищником. Сейчас енот Полоскун привыкает к новому вольеру, соседям и повышенному вниманию посетителей к своей персоне. Необычных жителей в приюте «Право на жизнь» стало больше. Енот Полоскун Тимоша поступил к Наталье Ревякиной неделю назад. Хозяин Тимоша отдал его знакомым на передержку, но те не справились с домашним хищником. Он оказался таким маленьким террористом, люди не справились, хозяина нету и люди попросили, чтобы мы его приняли. Пришлось срочно строить вольер для енота. Это его домик в дальнейшем зимний, чтобы он мог перезимовать. Все-таки они у нас южнее, в средней полосе России проживают. Тимоша пока недоверчивый. Наталья говорит, что енот находится в депрессии, но она всеми силами пытается наладить с ним контакт. Тимоша тоже учится доверять новым знакомым. Прислушивается к своим соседям. Рядом вольер с собаками. Нам пришлось изучить, чем питается енот, его повадки, то есть ему сделать комфортабельные условия, чтобы он легко к нам привык, чтобы мы с ним могли подружиться. Но вот домики пока маленькие, мы планируем ему побольше домик, конечно, он вмещается без хвоста. Но очень забавный. Замкнутый немножко к нам, с осторожностью к человеку подходит. Мы тряпочки положили, он стирать любит. Всю еду он полощет, кушает. Любит яйца, фрукты, мясо, курица. Познакомиться с енотом уже успелый ветеринар Юлия Соломина. Приют «Право на жизнь» она приезжает каждый четверг. Да, очень замечательное, специфическое животное. А он требует особого внимания, потому что это не простое животное, не кошка, не собака. Сейчас он, конечно, в стрессе, потому что поменял место обитания. Это енот, полоскун. Это очень интересные животные. У них есть свои сложности не только с кормлением, но и сдачей препаратов, потому что всю пищу они полощут. Вакцинирован Тимоша будет примерно через месяц. За этот период он сможет адаптироваться к новым условиям и довериться людям. В приюте рады появлению енота. Необычные питомцы привлекают внимание и детей, и взрослых. У нас уже несколько питомцев необычных. Это вот енот, лиса, кролик. Если лиса к нам попала из леса, травмированная, да, в малом возрасте, то кролик тоже отказник. Тоже, как бы, люди устали за ним ухаживать. Сама хозяйка приюта находит язык со всеми животными – и домашними, и дикими. Опа, тихо, тихо. Ой, ой, напугала, напугала, напугала. Напугала, напугала. Вот какая у нас красавица с челочкой. Лисик, ты мальчик. Как лисик шипит. Они очень интересные, они разговаривать умеют. Испугали тебя? Ты что, спала? Иди давай. Со всеми необычными питомцами приюта можно познакомиться, посетив его, предварительно записавшись на экскурсию. У нас планируется сделать контактный зоопарк для самых маленьких, где они могут зайти, ну, не в помещение, это будет на природе, как бы, да, это будут, ну, пускай клетки, мы их называем, вольеры клетки, где они могли бы пообщаться с котятами, с маленькими щенками, могли бы вот посмотреть енота, да, то есть, как бы, неважно, какой разновидности животное, главное, чтобы ребенок понимал, что это живое существо, которое требует каких-то от человека ответственности за то, что ты его приручила. Записаться на экскурсию в приют «Право на жизнь» вы можете по телефону, указанному на экране. На этот же номер можно скинуть любую сумму, если вы хотите помочь питомцам приюта «Право на жизнь». У меня все на сегодня. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Увидимся завтра. В среду 5 июля в Котласе небольшая облачность. Местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы плюс 25 градусов, ночью до плюс 13. Ветер южный-юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.